Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском у Марти Киев. И вот некоторые события. Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а опневмония и бронхит стали встречаться реже. Абазинский район получил передвижной офтальмологический комплекс, который позволит проводить диагностику зрения. Три учителя республики поедут на Всероссийский форум классных руководителей. И в Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Далее об этих и других темах подробнее. Музеи Карачаева-Черкесии, Северной Сети, Дагестана и Чечни станут участниками фестиваля современного искусства «Аланника». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. По результатам практического семинара были определены 12 потенциальных музеев-участников проекта. Именно по ним совершили исследовательскую поездку кураторы, определив 8 музеев-финалистов 16-го фестиваля «Аланника». Карачаева-Черкесия представила музей-памятник защитников перевала Северного Кавказа. Узжигутинский район стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», выиграв 85 миллионов рублей на благоустройство Центрального городского парка. Помимо этих средств, район получит на благоустройство финансовую поддержку из республиканского бюджета. О планах по реконструкции парка рассказала заместитель главы администрации Узжигутинского района Светлана Лещенко. Это другие возможности, это другие вообще условия. Здесь как бы парк разбит будет на зоны. Зона, допустим, для отдыха старшего поколения, для детей, для среднего поколения. Здесь будут небольшие питьевые зоны, и вообще это уже будет совершенно другой вид. Естественно, наши проектировщики, те, которые нам разрабатывали проект, люди, они молодые, креативные, у них свое видение. Они попытались осовременить все это. И, соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года постройки. Соответственно, вот эти вот моменты тоже учтены. Три учителя из Карачаева Черкесии поедут на Всероссийский форум классных руководителей. Педагоги со всей страны соберутся на второй Всероссийский форум классных руководителей, который состоится в октябре текущего года в Москве. Учителя обменяются опытом и прокачают свои педагогические навыки. В этом им помогут известные государственные деятели и эксперты. Одним из финалистов стала лауреат конкурса «Учитель года России» 2018 года, учитель математики средней общевразовательной школы номер один Станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. В финал также вышли учитель математики лицея номер 7 Осьчугуты Лариса Эбзеева и учитель ИЗОИ Черчения первой школы Станицы Кардоникской Светлана Белогодова. Всего заявки подавали 64 тысячи педагогов со всей страны. Из них только 1300 учителей прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал. В Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Уже завершились съемки четырех легенд – черкесской, ногайской, карачаевской и русской. На очереди съемки абазинской короткометражки. В съемках принимают участие жители республики в возрасте от 18 лет и старше. Все роли исполняют исключительно на национальных языках. Готовые фильмы будут переданы во все школы республики в качестве дополнительных материалов на уроках родного языка, а также показаны в районных домах культуры. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в этом году. В числе победителей оказались две организации из Карачаевой-Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халима Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаевой-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаевой-Черкесии. Для этого мы хотим создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Карачаевой имени Халима Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 1922 году прошлого века в столице Бадалпашевской, которая ныне-то Черкесской, столице Прочеркесской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития и отобожала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но самоочередение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой, но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, крочаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. Абазинский район получил передвижной офтальмологический комплекс, который позволит проводить диагностику зрения и оказывать первичную помощь жителям сельских поселений. В частности, комплекс будет проводить регулярные рейсы по поселениям муниципального образования. Передвижной комплекс оборудован так, что может работать где угодно. Это улучшит доступную и качественную профилактическую первично-медицинскую помощь по офтальмологии сельским жителям. Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит стали реже встречаться, заявили ведущие эпидемиологи страны. Для профилактики COVID-19 в новую волну советуют принимать те же препараты, что и при респираторных вирусных инфекциях. При этом вирус стал более заразным. По словам врачей, в эту волну особо распространены четвертый и пятый подвид омикрона. Среди симптомов – насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, головные и мышечные боли и боли в животе. Иногда заболевание переходит в пневмонию. Но, к счастью, в большинстве случаев протекает легкой формы. Сейчас нет повальной госпитализации, и вирус переносится легче, как ОРВИ. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом рассказал заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественного горнолыжной туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале «Наши горы.РФ». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра по Карачаевой Черкесии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 18-23, в горах местами плюс 11-16. В южных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесии без существенных осадков ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 23 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких.